всем огромнейший привет дорогие друзья подписчики а также гости канала с вами дробик сергеевич и я рад вас приветствовать на моем канале дробик лайф в рубрике чё по пенному продолжаю обозревать пиво которое привез из февральской поездки по золотому кольцу предыдущем выпуске под номером 50 мы обозревали пиво от пивоварни for brewers 4 пивовара из города владимира сегодня на обзоре у нас из моего любимого города ярославля пивоварня план б ни разу до этого я не пробовал данные сорта пиво 1 у нас это ultimate сенатор дабл нью ингланд и по должно быть очень интересно далее это куки монстр коржик да если вы помните такой я думаю многие из вас помнят улице сезам да и вот там был такой куки монстр его коржик по-русски называли который ел печенье постоянно и завтрак папуаса точнее обманываю вот этот вот куки монстр я пробовал в первый раз когда я оказался в ярославле в замечательном заведении хмели гриль там было два экземпляра от плана б как раз один из них был ковбой мальборо с которого у меня началась можно сказать знакомство с крафтом и вот был этот куки монстр но это было получается это был 2020 год уже почти три года прошло я из честно уже не помню как он был на вкус но вот завтрак папуаса я до этого не видел вот и ultimate сенатор тоже где за 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 заехал магазин в ярославле есть несколько точек продаж пиво от плана б одно из самых культовых мест конечно же это пивотека план б магазинчик который находится недалеко от стадиона ярославского шинника и там огромная линейка точнее огромная ну на мой взгляд там вся линейка представлена на розлив там есть абсолютно все ну или почти все там очень много сортов больше 20 точно на розливе там всегда есть и также есть много продукции в банках я естественно взял и в розливе свои любимые там ковбой мальборо отличный план берримор в общем много чего интересного я тогда взял а конкретно вот здесь у нас вот это я не пробовал даже в розлив мне принципе предлагал продавец достаточно такой приветливый персонал там всегда предлагал мне попробовать я принципе на 1 розлив естественно взять я взял банки как раз для обзора пойдем в этом направлении устраивайтесь по удобней приятного вам просмотра поехали первое на обзоре пиво сегодня это ultimate juice senator как назвать перевести ultimate такой ультимативный ну такой тут игра слов естественно да тут как бы речь просок идет в общем айбию здесь не очень высокая 40 баллов 40 очков всего по и бью не очень много зато крепость 8 плотность 19 хмели здесь шинка сабра цитра и эльдорадо очень интересно ярославль мой любимый ярославль этикетка очень такая экстравагантная мягко говоря да то есть вот такая психоделика какая-то в общем но здесь видно ягоды какие-то фрукты в общем такое что-то космическое психоделическое не боюсь и угадывать в каком состоянии находился художник до автор данного замечательного дизайна но так или иначе это броска это так вот прям бар бросается в глаза заставляет на себя обратить внимание и что я могу сказать здесь что наверное она очень сильно будет детское внимание привлекать я крайне против потребления алкоголя лицами до 18 лет как минимум в идеале до 21 года вот и надеюсь что продавцы будут законопослушными не будут продавать пиво несовершеннолетним но так или иначе я думаю что больше вот детям будет привлекательный дизайн и в целом он напоминает мне я как-то в новогодние праздники заходил в один магазинчик в москве где всякие азиатские штуки продаются там всякие дошираки эти дорогие по 300 по 500 рублей чипсы всякие вот интересные которые у нас не продаются много-много всего приправы и так далее ну как бы внимательно на чем речь и там в общем много таких вот всяких коктейлей химозных такого прям цвета такого как из там мультиков каких-то и вот я бы на первом магазине не подумал бы что это пиво от плана б подумал бы что это какая-то такая гадость вот но так или начать дизайн достаточно интересно я думаю что не моё то есть честно могу сказать не моё вот пожалуй я его на семь с половиной оценю дизайн ultimate juicenator план б для нью ингланда цвет очень такой правильный хороший среднестатистический ничего не могу сказать плохого в принципе ну чем цвет может удивить вот особенно в таком в пиве где он по сути не должен удивлять то есть наоборот это скорее как минус будет да если что-то будет из ряда вон выходящие такое прям плотненький мутноватый прям все как должно быть пожалуй на 9 баллов оценю такой приятный пена хорошо лежит то есть вот этот линия между пеной и пивом четкая в общем все классно все здорово 9 баллов ой 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 ароматное многообразие просто фантастическая 4 хмеля много ли это или мало сказать трудно однозначно очень очень яркий очень яркий аромат так где здесь у меня зафиксированные цены значит так получается так получается стоило это пиво 280 рублей я думаю вполне себе адекватная цена за такое пиво по аромату яркая яркие хмели прям ну просто вот так сказать крышесносный аромат очень все ярко подчетливаться отчетливо чувствуется цитрус и в целом что такое фруктовая как бы чувствует что это хорошая такая проработанная хмеленка но с добавлением каких-то фруктов новку по идее во вкусе фруктов там быть не должно вот кстати говоря вот такая вот футболочка енот тянется к пиву обновочка небольшая то я чуть все как как босяк в одном и том же в общем то мне аромат просто запал в душу что называется я думаю что это ну из нью ингландов вот наверное для меня вот такой был пожалуй самый такой запоминающийся это от ковина забыл как точно называется такая там камни нарисована на этикетке этикетка я точно помню название подзабыл в общем очень интересный аромат пожалуй наверное на данный момент это топовые из нью ингланда это дабил нью ингланд в общем пожалуй наверно десятку я поставлю потому что аромат действительно просто меня поразил удивил влюбил себя твердые уверенные 10 баллов очень интересно такая прям хорошая хмелевая составляющая в аромате здесь в том ты продолжение логическое продолжение и во вкусе но умеренно горько прям вот реально умеренно 40 по и бью это как вообще ни о чем умеренная горечь возможно мне чуть-чуть не хватает из-за этого вот выходит сладость да как-то вот появляется цитрус во вкусе приятный так достаточно плотненько даже вот в какой-то момент кажется прям очень такой достаточно реально плотно плотноватая субстанция однозначно это очень хорошо очень хороший вкус и пожалуй я наверное вот если бы он был чуть более горький то возможно не было бы вот такой сладости какой-то посторонний и я бы наверное на 10 бы оценил но вот пожалуй вот чуть-чуть не не хватает горчинки поэтому девять с половиной баллов я поставлю алтимеджу сенатор за вкус от плана б и это прям действительно данный момент на первое место в мое избранное в разряде new england гиппо в общем вот на этих полочках это будет на первом месте однозначно очень понравилось очень вам рекомендую следующее пиво это куки монстр печеничный монстр или коржик как его называли в русской версии улице сезам это у нас получается коричневый эль браун эль написано плотность 16 то есть чуть меньше плотность чему джу сенатора крепость пять с половиной как бы такое среднестатистическое джу сенатор конечно такой весьма более крепкий был почти в два раза и айбью 30 то есть это вообще ни о чем то есть он по идее должен быть еще более сладкий чем джу сенатор по дизайну ну тут понятное дело узнаваемый вот этот коржик постоянные зрители моего канала знают что у меня тоже есть коржик вот коржик по имени корж поэтому такое немного в детство отправляет да я конечно помню улицу сезам вот часто смотрел в то время особо и смотреть больше нечего было в общем я любил как-то эти этикетка напоминает детство что такое беззаботная да ни о чем что называется не запариваешься впереди вся жизнь все живы-здоровы вот пожалуй за теплые воспоминания накинуя 1 балл вот так в принципе интересно в целом так бы на восемь баллов оценил но накину 1 балл и оценю в 9 не люблю я бутылки неоднократно и об этом говорил люблю я бутылки в банках как-то поприлит поприятнее поудобнее гораздо о как красиво это коричневый эль такой ну это не стал то есть он такой все таки вот на просвет прям очень не знаю здесь вряд ли будет видно попробую я сейчас устроить чудо ну вот видите да так он красноватый на просвет очень интересно красивый цвет однозначно для аэля я думаю самое оно не больше не меньше что называется пожалуй наверное на 8 оценю то есть ничем не удивляет но это на на лучшему средний статистический цвет для аэля поставим чтобы у меня вот такой вот бердекель появился прям как в баре бармы становится все более таким как настоящий бар практически вот 8 баллов за цвет послушаем аромат отдает печеньками как бы это не было странным да дает печеньками копченым копченым солодом весьма интересный приятный аромат такого хорошего или предполагаю что будет достаточно сладко в принципе в аромате это чувствуется вот то есть в принципе постоянные зрители тоже знают что не люблю я сладкие сорта пива вот поэтому предполагаю я что будет сладко но в целом аромат ничем не удивляет то есть такое видимо ну классический эль коричневый и с добавлением вот именно аромата печенек это свою фишку добавляет изюминку в общем неплохо я думаю 7 с половиной я поставлю 7 в целом 8 с половиной пожалуй поставлю 8 в целом за балл сбалансированный такой аромат неплохой и пол балла накину за печеньки как ты тоже все таки немного в детство возвращает ну кстати говоря по поводу сладости я ошибался то есть так вот по ощущениям понятно дело штука абсолютно не горькая но под по сравнению с джусинатором даже менее сладко чем джусинатор что удивительно поэтому весьма такой неплохой вкус чувствуется что-то такое карамельная копченый солод да жженый солод весьма весьма приятно весьма интересно печеньки конечно тоже чувствуется наверное больше добавить трудно что-то да вот чувствуется что это такая достаточно мягкая по крепости продукция да то есть если брать джусинатор там прям чувствовалось что это такая прям крепенькая вещь здесь же все гораздо проще и весьма весьма интересно я в целом небольшой любителей или там стаутов портеров понятное дело это не как бы это не стал до и порта но так или иначе близко к этому и мне однозначно вот прям для меня это открытие очень интересный необычный вкус для такого пива темного и пожалуй я не побоюсь обнаглею я ценю на 9 баллов куки монстра коржика да и конечно сейчас не вспомню каким он был тогда и ярославль и вот было достаточно давно я с тех пор уже пиво выпил много в том числе и в рамках чё по пенному да поэтому даже я не вспомню как он это был но какого-то прям негатива мне тогда не вызвал то есть я в целом никогда не любил особо вот портеры стауты да там или но тогда у меня принципе приятное впечатление насколько я помню произвел то есть я вот точнее тоже даже приятное скорее нейтральная но здесь как бы с высоты продегустированных именно оцененных сортов пива я могу сказать действительно что это мне вкус именно однозначно нравится аромат ну плюс-минус ничего особенного а вот именно вкус очень интересный так что принципе тоже готова в избранное себе добавить пожалуй наверно там ни одного или не было да вот коричневого но вот это будет первым весьма неплохо получилось финале нашу сегодняшнюю посиделку с продукцией от плана б это пиво завтрак папуаса очень интересная этикетка вот можете посмотреть я если честно сначала подумал что это нарисован здесь чукча да потому что вот в принципе да понятно синие дна на как одежда какая-то костюм и вот кругло это вот капюшон шапка там на что они носят но это видно что это папуас это кокос я так понимаю да вот этот кокос татуированные синие руки синий такой человечек тоже много можно параллелей находить пиво достаточно крепко семь с половиной этикетка однозначно классно проработанная такая мультяшная есть у меня опять-таки опасения что дети могут интересоваться такой этикеткой но как я говорил что несовершеннолетним употреблять пиво ни в коем случае нельзя вот но так или иначе я за эту этикетку готов 9 баллов поставить мне она очень понравилась очень интересная такая и самое главное что вот эти вот этикетки они напечатаны на такой как бы ну на плотной такой вот ну не знаю даже как это назвать это что-то такое типа полиэтилена пластика то есть это не бумага она не разваливается от воды да и если что вот они можно можно аккуратненько снять есть коллекционеры этикеток которые вот в альбом вклеивают этикетки с банок с бутылок то есть это на банках тоже этикетка так что ну по сути коллекционировать этикетки гораздо проще чем бутылки или банки да чушь там говорить поэтому вот если что и кстати говоря обращайтесь если кому нужна какая-то этикетка в принципе вот допустим пару недель спустя выпуск вот как он выходит именно не как я снимаю а как он выходит я думаю что пару недель я могу эти бутылки банки не выбрасывать вот или сам заведу альбом общем посмотрим если что пишите в комментариях обязательно с вами поделюсь без возмездно только пересылка за ваш счет ну здесь мы видим классический стаут да это у нас не лохануться в стаут же это да да молочный стаут с с кокосом и кофе очень интересно должно быть чисто такой прям стаутовский цвет да такой прям непроглядный что называется не как конечно что-то типа железнодорожной воды да вот смотрите прям фонарь вообще не пробивает даже ни разу прям черная черная да черная жидкость жижа я даже сказал она плотная плотность здесь получается 21 еще более плотная чем также сенатор 19 и коржик у нас 16 то есть он конечно да гораздо плотнее но это кстати вот сенатор реально очень плотный прям приятно плотная даже сказал вот здесь по цвету классический для стаутов для портеров цвет ничего сверх естественного ничего такого супер необычного пожалуй наверное на 8 баллов я оценю то есть тут как бы трудно что-то сказать подобрать то есть тут вот буквально когда толщина там не знаю около сантиметра что-то начинаешь там просматривая так реально такой плотный характерный для стаутов цвет 8 баллов ну естественно на первом месте здесь кофе как бы это ни было странным до недаром в парфюмерных магазинах стоят баночки с кофе чтобы вы могли так сказать перебить так сказать такой заслонку поставить между ароматами которые вы слушаете здесь действительно кофе на первом месте очень так резко пробивается ну да я кроме кофе ничего абсолютно не слышу аромате кокос может быть где-то вот прям чуть-чуть вот так вот он где-то там пробивается но вообще если честно я не слышу кокос практически кофе и что тот копченое но опять таки это может именно кофе тоже такое искажение давать принципе кофе так или иначе она обжаренная и аромат дымка тоже зачастую имеет поэтому аромат очень такой странноватый кроме кофе я действительно ничего не чувствую пожалуй наверное 7 с половиной поставлю за аромат так уж полбала накину до процента я не сказал пиво это по 300 рублей стоит вот и коржик и вот этот вот завтрак папуаса ну по аромату до 77 с половиной баллов полбала чисто накинул за предвзятое отношение к пивоварни план б все испанно баллов за аромат завтрак папуаса по вкусу могу сказать следующее сладковато я бы даже сказал наверное чересчур сладковато чувствуется кокос вот как раз таки во вкусе кофе чувствуется меньше чем кокос да а в аромате наоборот кокос все перебивает наоборот кофе все перебивает в аромате здесь же кокос чувствуется достаточно сладковато достаточно плотненько прям такая субстанция очень плотная ну да пожалуй для меня вот сладковато не любитель я повторюсь да не любители опортеров стаутов в целом я немало попробовал молочных стаутов да вот ничего плохого не могу сказать просто это не совсем мое пожалуй наверное за вкус тоже поставлю семь с половиной те же самые особо ничем не впечатлил к сожалению но для любителей стаутов вот таких вот сладких могу сказать реально что это хорошее пиво крайне рекомендую попробовать как будет есть такое понятие как десертное пиво да и наверное именно вот здесь как нельзя вот подходит это утвердит как бы описание 10 такой десертное пиво его приятного действительно вот реально вот как будто холодный кофе дал в целом кофе там не знаю с кокосовым каким-то ароматом с мороженкой с десертика мне кажется будет будет прямо очень неплохо я в целом про портер и просто вот и много раз уже говорил что я не любитель но опять таки под какой-то повод вот как я когда я там сидел обозревал тот же получается хоббхед да вот тогда были у меня два интересных таких вот пиво крик крепких плотных да она как будто тогда уж должно быть такой крепкая прямо чтобы сидеть как вот ну что тут такой прям смаковать как вино вода так потягивать на релаксе что называется здесь же принципе это нормально да то есть легенькая достаточно для для стал то как бы хорошо это ли плохо я не могу сказать да то есть наверное это неплохо но в целом повторюсь что это не мое это чувствует что это хорошее пиво то есть не надо думать что это как бы плохо именно вот как стаут это я попробуем пробу потому что я конечно не могу я обходить вниманием такие вот сорта потому что их много есть большая там большое количество поклонников таких сортов и естественно обходить их было бы глупо доставлять их без внимания но вот в целом что можно сказать здесь что пожалуй это действительно неплохо потому что это не первый далеко стал который опробовал весьма неплохо за 300 рублей за 05 тоже это неплохо весьма честно могу сказать поэтому однозначно его рекомендую просто не совсем мое оценка сугубо субъективно оценка это так мое мировосприятие но в целом это неплохое пиво могу точно сказать неплохой стаут десертный хороший стал который подойдет десерту к мороженому наверное к фруктам вот кстати говоря мне кажется очень неплохо будет с бананами или там с манго он себя сочетать так что весьма неплохо дорогие друзья подписчики в гости канала подошла к концу наша посиделка встреча дегустация на которой мы обозревали продукцию от пивоварни план b расположены замечательном городе ярославль русском городе ярославль им и что тут можно сказать приятные открытия да то есть вот в принципе очень такой прям неожиданно приятное открытие это ultimate ju senator однозначно просто бомба пушка там ураган как говорится коржик или куки монстр тоже так скажем я его пробовал до этого но тогда он мне не казался таким интересным сейчас однозначно он не таким кажется прям тоже приятное открытие можно сказать и завтрак папуаса тоже неплохо в целом да но не совсем мое вот я принципе ожидал того же эффекта от куки монстра но нет такого не было то здесь или мне он понравился алтимеджи сенатор понравился еще больше прям вообще топ действительно это прям открытие прям открытие последних месяцев вот но так или иначе пиво хорошая ничего плохого сказать не могу обязательно попробуйте вот прям настоятельно рекомендую сенатор коржик в принципе тоже неплохо да он же куки монстр и молочный стаут завтрак папуаса с кофе и какому там как это с кокосом да в общем любителям стаутов понравится вот прям вот сто процентов вот если смотрит сейчас любители стаутов вот вы прям берете пробуйте пишите что я был прав потому что я ну другого варианта не ожидаю но в целом это так сказать не последнее что я привез из поездки в общем будет еще очень интересный выпуск такой смешанный да давно таких не было но так вот такая поп моно брендовая так сказать посиделка из поездки этот последняя 2 она же последняя как всегда планы большие да на на весну на лето посмотрим как все реализуется тоже хотелось бы поездить в разом по разным городам попробовать пивко вот из этих городов хотелось бы конечно все таки наконец выездной выпуск записать из какого-нибудь города в общем нужно стремиться нужно идти к своей цели тогда все получится дорогие друзья подписчики гости канала большом спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал комментировать видео оценивать видео делиться им соцсетях с друзьями с родственниками по ссылке в описании любой желающий может пройти и поддержать финансово мой канал мой проект любая помощь рубль 2 рубля неважно мне будет приятно еще раз большому спасибо за просмотр желаю вам отличного настроения крепкого здоровья и до новых встреч в рубрике чё по пенному на канале дробик лайф